Доброе утро, вечер, день, ночь, не знаю, что у тебя там. Тема сегодняшнего онлайн-гадания, что вы мужчина, ваш мужчина, либо ваша женщина, говорит вам из будущего. Первое, второе, третье, времечко в описании. На мужчину и женщину тоже в описании, там все, 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 вроде все сказано. Все понятно будет, поэтому я покажу с теми, кому это интересно. Девчонки, мальчишки, сладкие. Спасибо за лайки, за комментарии, за поддержку канала. Большой вам, огромное человеческое спасибо. Ну, правда, правда, прям вот за этот комментарий, короче, Ольга Белова, Сеньки, по хлопам этому человеку, что предложила такой расклад. Мне что-то как предложила, я прям как увидела, я прям вообще да, 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 вот сегодня. Ну, то есть вы это увидите сегодня, а это было записано завтра, вчера. Это было записано вчера, завтра. Короче, девчонки, поэтому давайте же посмотрим. Не знаю, какая хрень выпадет, вообще не вкуриваю. Но, наверное, будет интересно. Поэтому давайте. Что ваш мужчина, моя женщина с будущим. Когда старушка шипакляет, когда старичок такой, да, типа того, что ли. Ну ладно, я боюсь только от того момента, что продублируется некоторая информация с того расклада. Ну, примерно то же самое просто будет. Вот это я как-то побаиваюсь. Ну, может быть, и не зря. Ну, то есть не зря продублируется, не зря побаиваюсь. Вот. Поэтому, девчонки, мальчишки, ребят, давайте посмотрим. Если так судить, если как бы мужская позиция, то что говорит ваша женщина? Вы же как бы на себя смотрите, правильно? Да, правильно. Тогда с мужчины начинаем, женщина потом. Вот. В каждом варианте так будет. Надо еще как-то подписывать. Только я просто... Как подписывать, я не понимаю. Ну, ладненько. Здравствуйте, мужчина. Мужчина, который загадал себя. Что ваша женщина говорит вам из будущего? Вот такая старушка, которая с вами до конца жизни будет. Что же она говорит вам из будущего? Расклад тоже. Что за хрень? Я тоже не понимаю. Но мне хрень понравилась. Поэтому я сделала такой расклад. Соответственно, а что там до хрена у вас хочет ваша старюшка сказать? Старюшка ваша? У нас же с будущего. Ну, ладно. Вдруг она не старушка? Вдруг она... Ладно, все. Давайте. Что она хочет вам сказать? Обожаю эту хрень. Но это звоночек. Не звоночек, а звоночек уведомлений. Сейчас, девчонки, мальчишки. От хорошего человека. Все, давайте. И мальчишки, давайте же послушаем. Что она хочет вам сказать? Я, конечно, дико-дико-дико-дико интересна. А вы в статусе каком? Ну, вы женаты, не зам... О, ну, вы женились? Просто в момент счастья вы найдете свое счастье, вы найдете в своей половинке, в своей женщине, в своей семье. Я... Вот не одному вам жить в этой зеленой. Вот не стоит одному. Одному грустно. Вот здесь некие моменты... Как-то прям интересно. Что лучше, мужчина, по белому свету скитаться, по всяким крысам шмаром ходить, либо все-таки стабильную женщину иметь рядом? Вот здесь почему-то имеется в виду в семью иди, женись. Вот здесь моментами стабильную семью и находи свою женщину давай. Давай, если вы свободны и тому подобное, находите меня уже. Ну, типа такого женщина вам из будущего, хочется вам сказать. Опор на семью сделайте. Опор. Если вы женаты, вперед из песни. Хитрить не стоит. Хитрить быть одному и как-то надумывать какую-то охню непонятно. Не стоит. Поэтому счастье ваше все будет в семье. Какой-то такой момент. Стабильное счастье. Можете погоношиться, погоношиться от брака, кто-то здесь реально не уйдет. Здесь вот именно, вот смотри, всем мужчинам, которые здесь сидят, вам, я не знаю, предрекают брак. Просто. И ваше счастье, именно ваша стабильность, ваше самочувствие, ваше какое-то все, именно в браке с мадам. Вот как раз-таки это из будущего. Не знаю, то ли она сейчас с вами, не с вами. Одному не стоит куковать. Одному, одному. Будете, если один куковать, грубо говоря, не будете находить какую-то вторую половину, и будете в отшельниках немножечко поигрывать, и вас просто мышки съедят ваше сердце. Я имею в виду не в прямом смысле, конечно же, а в каком-то переносном. Не упускайте момента своего счастья в этой жизни. Поэтому выбирайте, куковать с кем-то, либо куковать одному. Куковать с кем-то ведь и веселее. Вот здесь почему-то опор на семью. Счастье в семье и тому подобное. Если кто-то не в семье, или кто-то не в браке, но именно очень сильно акцент на браке, ваша опора будет как раз-таки эта мадам, которая из будущего. И момента, люби меня и люби дальше. Вот здесь какой-то момент, а любите, любите свою женщину. Если вы женат, замуж, женат. Любите свою мадам, не хитрите и не вините всю свою судьбу. Здесь некий момент в браке. На счастье вы найдете в браке с этой мадам. Так что смотрите, кукуйте, конечно, можете куковать долго одному, если вы кукуете один. Если вы вообще не в браке, не встречаетесь, там вообще. Можете куковать сколько угодно, но там не особо будет камерфон, не особо прикольно. Холостяку, конечно, куковать весело, но в старчестве ваша, ваша именно какая-то стабильность, ваша, ваша жизнь будет заключена именно в браке с мадам, в любви к ней. Любите женщину свою, грубо говоря, если какая-то такая у вас есть. Любите, боготворите, дарите ей все самое интересное, и она подарит вам целый мир. Здесь какое-то такое. Мир счастья именно в гармонии со своей второй половинкой. Вот что ваша мадам хочет вам сказать из будущего. Здесь прям акцент упор на браке. Здесь если кто холостыет, ты женишься, вы знаешь, ты женишься на мне. Так что смотрите, там куковать одному вообще как-то не вариант, как-то фу-фу-фу. Ну наиграетесь, а дальше чё? А ничего, вот я тоже так думаю, поэтому как-то так. Здравствуйте, мадамы. Наконец-таки, да, что-то про мужчин, что-то интересное. А может быть, что-то неинтересное, и после этого вы отпишетесь. Ну да ладно, давайте же, что ваш мужчина, ну который из будущего говорит вам, что он вам скажет. Так, давайте, что ваш мужчина говорит вам из будущего. Технологии появятся, мадам. Новые технологии. Давайте, технологичный, мои мадам. Что ваш мужчина, ваш из будущего говорит? Не теряйте надежду, попробуйте еще раз, если у кого-то что-то не удалось. Только вопрос мне интересен. Здесь момент не про любовную, даже сферу идет. Ну смотри, про любовную бы сферу хотя бы кубочки везде выпали. Пятерочка кубочков только выпала. А остальное момент, не останавливайтесь на достигнутом. Не почуйте на лавров, идите дальше, стремитесь к лучшему. Здесь почему-то, вот знаешь, это вот как-то не от мужика разве? Ну вроде какая-то должна быть мыльная опера от мужика, нет? Я, может, что-то не понимаю в этой жизни. Но здесь информация просто стремится. Просто не отгораживаться, пробуйте еще раз, если у кого-то что-то не получается. Но не могу сказать в чем. По мечовам не могу сказать даже какую сферу деятельности. Рабочую сферу деятельности. Если какой-то такой момент есть. Реализация, рабочая сфера, путешествуйте. Стремитесь к новым горизонтам. Я бы сказала, стремитесь. Не идите в новые горизонты, а стремитесь к ним. Ну если бы идите, была бы шестерка мечей, тут такого не выпало. Поэтому как-то так. Изведывайте новые границы, новые возможности. Не откладывайте на завтра, что можно сделать сегодня, сейчас. Здесь какого-то момента бегите, идите вперед из песни. Может мужчина о вас так забудет, что так вам говорит. Правда, вот здесь какой-то момент, начинайте. Еще раз, попробуйте. Да, попробуйте еще раз влюбиться, полюбите, не знаю, любите свое дело, любите своего партнера. Когда-нибудь до выстреления. Когда-нибудь до партнера, если и нету, то когда-нибудь что-то найдется. Я даже здесь не понимаю. Про партнерские отношения, если у кого-то здесь любите, будьте любимыми и тому подобное. Стремитесь к счастью, к благополучию, равноденствию. К равноправным отношениям стремитесь. Если не касаемо отношения, каких-то все-таки начинаний, здесь больше о начинаниях каких-то. Не откладывайте. Если взялись и как-то какое-то фиаско, собирайте свои сисечки красивые в кулак и вперед из песни. В некий момент не останавливаются и идти далее. Изучать что-то новое, пробовать что-то новое. Попробовала горькая водичка, это не значит, что в следующем стакане будет такая же горькая. Может быть там вообще молочко и вообще оно топленое. Поэтому, девчоночки, мальчишечки, если вас кто-то обманул в каких-то вещах и кто-то не очень красиво себя поступил, кому-то доверились не тем, ну, значит, грубо говоря, они не камни преткновения, чтобы о них притыкаться каждый раз. Поэтому, девчонки, мальчишки, любите, будьте любимыми, будьте свободны и при этом открывайте свои сердца. Здесь почему-то какой-то такой момент. Открывайте своему сердцу всему новому. Здесь именно про какое-то новое начало, и причем дублируется эта информация, но немножко иначе, я бы сказала. Это как работа старая, замотала, и что-то хочется новое. Идите, идите. Если не получилось, то это не значит, что надо закрывать и глаза, и все, и судьбу увильнить, то, что моя судьбинушка не так со мной поступила, что так я ничего не заслуживаю и тому подобное. Идите, стремитесь к лучшему, к новому и к счастью. Здесь какой-то такой момент. Если новое счастье, это узнать для вас какой-то европейский, там, я не знаю, какой-то язык, там, японский, тому подобное, изучайте. То есть именно давайте, вперед, делайте. Не откладывайте на завтра, что можно сделать сегодня. Если не получилось один раз, это не значит, что не получится вообще никогда. Если полюбили один раз и непонятно кого, хрен знает какую, тетю Мотю, с какой жопой она стороны, то значит, полюбите второй раз. Вот здесь вот некий момент, вот давайте, вперед. Вот здесь я по-другому сказать не могу. Про честь-то по-другому не могу. Здесь прям как дублируется. Начинайте, начинайте, любите, будьте любимыми. Начинайте новое дело. И стремитесь к интересным вещам. Планомерно стремитесь к чему-либо, если чего-то хотите начать. Планомерно, я бы сказала. И с хорошим настроением. Вот здесь, а вот как-то, вот как-то по-другому сказать, ай, не могу. Че упало, че упало, че упало. Да, если у вас поездка за какие-то поездки, какие-то за границей и тому подобное, вперед с песней. Не знаю, у вас дороги все открыты, я думаю, здесь. Кто-то просто дороги сам себе здесь перекрывает. Ну, грубо говоря, блоки, не верит, не доверяет. Я надумала, у меня такая идея классная. А потом, да нет, эта идея не пойдет. Вот здесь какой-то такой момент. Поэтому смотрите, я от мужчины, конечно. Ну, видать, видать у вас заботливого мужчина в будущем. Что именно вас так подначивает. Давай, давай, ты сможешь там. Все дела. Замечательный мужик, правда? Ладно, девчонки. Какой-то такой момент. Интересно. Ну, там чисто на новом начале. Чисто как смена чего-либо. Суждений, верований и тому подобное. Давайте, вперед. Планомерно двигайтесь к целям. С любовью, с оптимизмом. Вот какой-то такой момент. Поэтому, как тут так. Давайте далее. Здравствуйте, мужчины. Приветики. Короче, пис. А, гринпис, что вам ваша женщина говорит из будущего? Ваша старушечка. Старушечка-шпакляк. Говорит вам из будущего. Вот так поговорит. Ой, интересно. Вот это не особо карта, кстати, важна в этом раскладе. Что тут не важно? О. Опа. А вот здесь интересно. А вот здесь интересно. Не бойтесь. Здесь я бы сказала, не бойтесь. Надо чего-то подождать. Очень сильно. Мне надо подумать. Звеченочки, мальчишечки. Давайте посмотрим. Здесь я бы сказала, что ваш ход действий и ваша какой-то, не знаю, бизнес, работа, зависит от вас. И как вы будете все это реализовывать. От ваших умений, от ваших навыков зависит ваше будущее. Судьба в ваших руках. Здесь какой-то момент такой информации. Не особо, знаешь, как любимая. Но что-то как-то странное у нас. Какого-то сухого типа, я бы сказала. Так. Что здесь крыло кубков делает? Королям кубков посвящается. Я так понимаю. Будьте верны своим ощущениям. Мальчишки, это отдельно немножечко. Но это не особо важно, кстати. Будьте верны своим ощущениям. Туда, куда вы движетесь, вы движетесь, я бы сказала, по чуечке и все правильно. Здесь в некий момент все правильно движетесь. Либо двигайтесь в сторону своих... Не друзей, не... Сейчас. Двигайтесь по пути с помощью своей чуечки. Не кого-то другого. Здесь как раз-таки я уточнила. Может быть, я подумала, собака, может быть, как бы это друзья. Нет. Именно по своей чуечке. По своим ощущениям и то, как вы видите, что должно происходить. Ваш чуечка, ваш спаситель, грубо говоря. Кто бы вам не мешал, кто бы вам не сбивал с пути. Вот верьте в свою какую-то, не знаю, интуицию, которая у вас есть. Я так чувствую. Ну, столько интуитивных карт, что прямо объешься. Объесться можно. Что вы за магический мужик? Такую бы интуицию многим женщинам, я бы сказала. Ну да, офигеть. Ладно, окей. Дайте еще кое-что посмотрю. Учитесь, если надо. Здесь момент обучаться. Здесь есть такой момент. Если кому-то надо обучаться чему-либо, обучайтесь вперед с песней. Возможно, за границу тоже могу предположить. Если хотите. Момент заграничных каких-то вариантов обучаться где-то в другом месте очень сильно играет. Если вы заплутали, подождите, пока ситуация распутается сама. Потому что здесь у кого-то распутываются сами какие-то ситуации. Будьте верны себе. Здесь очень сильно вера. Вера в себя и в свою чуечку. Вам на это как акцент, как упор сделано. Если надо чему-то учиться, чему-то новому, либо что-то совмещать, я бы сказала. Что-то очень сильно интересное. Сейчас я дополню. Окей, дополнится. Да, девчонки, мальчишки, ваше счастье это ваше знание приобретенное. Здесь есть такой момент. Вам надо очень сильно чему-то обучаться. Просто брать, не знаю, учебники, книжки, интернет, учителей, наставников. Не знаю, кого угодно. Здесь надо ваше какое-то будущее счастливое, причем какое-то счастье. Все-таки зависит от того, какой опыт вы получили и какую жизнь тоже прожили. Это тоже, ну, упор есть на том, надо обучаться, надо учиться. Ваша учеба чему-либо, открывание каких-то новых горизонтов, вам просто монеточка в счастье какое-то, ключик к счастью. Вот. Ваш опыт, ваше знание, ваше начинание. И начинание здесь, как какой-то опыт и обучение, вот, ключик к счастью. Прям учиться, учиться и слушать, и учиться. Вы знаете, как сказал Ленин. Вот это вам. И ваша чуечка вас не подводит, кстати. О, а кому-то женщины интересные попадались по судьбе. У меня выпало две. Вот. Либо у вас есть дети, такие девочки. Так что девчонки, мальчишки, все. А либо за детей не переживать. Тоже могу, как в моменты в совете, если у кого есть дети женского пола. Давайте так. Ну, мальчики тоже. Ну, здесь у меня три ребенка показано. Как вариант. Может, либо две женщины и один ребенок. Тоже могу предположить. Ну, как-то в разное сочетание, я бы сказала. Ну, давайте так. За семью, за детей, за близких не особо стоит переживать. Да. Поэтому, если кто особо переживает. Ну, кто далеко и тому подобное. Типа, как у вас крестнацы. Тоже бывает. Поэтому смотрите. Ваша судьба в ваших руках. И немножко будущее у вас не особо ясно. Я бы сказала, в таком сочетании особо не ясно. Ваше будущее. Угу. А кто-то его вообще особо не особо видит. Поэтому, девчоночки, мальчишки. Ваша судьба в ваших руках. Здесь какой-то такой момент разноплановый. Прям вот знаешь, контекст. Вот здесь инфа. Вот здесь инфа. Вот здесь инфа. Ух. И причем какая-то она вот суховатая все-таки. Ну, как и не чувствуется, что это какого-то от любимого человека особо. Может, у вас такая мадам интересная, которая интересная. Если у вас такая мадам интересная, то мадам интересная. Ну, какая-то не от мира всего рядышком. Может, она ваша спутница по жизни. А, мадам не от мира всего. Могу предположить. Да, поэтому как-то так. Ух. Интересно, интересно. А может, просто мадам будет у вас не от мира всего. Ладно, все, давайте. Пока. А, женщины на своему мужчину смотрели. А, ну ладно. Давайте, здравствуйте, мадамы, дамы. Что же ваш мужчина говорит вам из будущего? Ну, вот продублировала, да, прикинь. Ну, предложила один человек. Очень рада. Очень рада такому, 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 такому вам. Поэтому, девчоночки, мальчишечки, какие-то странные. Здесь девушки странные очень сильно. Но что ваш мужчина говорит вам из будущего? А это, кажется, вы знаете. Либо вы уже слышали. А эта информация будет не новая. Вот здесь я вот хоть зуб даю. Если здесь кто-то какие-то слова будут услышаны в своей жизни. Слышать. Может, а может, да. Успокойтесь. Девчонки, мальчишки, кому здесь надо успокоиться? Успокойтесь. Все идет своим чередом. Все идет так, как идет. Полномерно. Здесь в какой-то момент не гомошитесь. Успокойтесь. Здесь в момент какого-то торопления, я бы сказала, больше. Но пока что-то особо-не особо. Особо-особо-не особо. Да. Не грешим судьбу. Если у кого такой момент, а судьба не судьба. А снова полагаемся на прошлый опыт и не делаем ошибочки в будущем. Девчонки. Поняли, да? Все ваше должно прийти в свое время. И придет в свое время. Я бы сказала больше так. Торопить любовь не стоит, если у кого-то момент любви одна и тому подобная. Все ваше уже ваше. Я бы сказала так. А мужчина у вас будет начитанный. А мужчина у вас будет очень сильно интеллигентный какой-то. Чего я про мужика-то говорю? Я, конечно, предвещать судьбу не хочу. Но какой-то, какой-то... Могу предположить, что здесь... Давайте так. Первый момент. Что здесь мужчину не нашли. Но по большей степени. То мужчина все равно как-то объявится. Давайте так. А я корнет в своей... Вот это то же самое, когда у меня мадам одна спрашивала на трансляции, стриме. Как понять, что человек ваш? Ну, то есть, как не упустить вашего... своего человека? Как вы упустите, если этот человек свой? Вот здесь я бы тоже сказала... То же самое сказала. Если человек ваш, то он ваш. И вы его не упустите. Потому что здесь мой... Вы пол-то мужчина очень сильно интересный полинорманчик. Очень сильно... Могу предположить, либо возраст какой-то интересный, либо работает где-то очень в государственных учреждениях. Такой вдохновленный весь романтик. И при этом... Ну, не совсем романтизм, но романти... Ну, ром... Фак! Сейчас найдем. Ты где-то нахрен! Как тебя отключить? Кто знает, как отключить? Пожалуйста! Все! Она отключилась. Ха! У меня загружается тут видео! Как я могу выключить? Поэтому, девчонки, мальчишки... Мужчина вам подарит счастье. Только когда вы будете счастливы сами по себе и успокоитесь. Да, девчоночки, можете еще... Если кто один на самом деле, либо кто без мужчин, давайте так. Можете мужчин даже не искать. Мужчин как-то придет сам. Но на какую-то хорошую вашу энергию и энергетику, грубо говоря. На какой-то позитив ваш. Мужчина... Здесь какой-то мужчина просто такой интересный. Перелетная птицка. Птицка! Ой, хитрован! Романтик, романтик, все-таки романтик. Хитрюшка или... Либо, знаешь, как глаза хитрые такие. Прозорливые. Поэтому какой-то такой момент. Ну, кому-то, кому-то да. Поэтому, девчоночки, мальчишечки... Если... А кто уже с таким божественным мужиком? То успокойтесь. Не гоношите. И не гоношитесь. Всему свое времечку. Что не дано, дано не будет. Какой-то такой момент. Если кто-то хочет чем-то заняться, все откроется в свое время. Девчоночки, мальчишечки... Вот здесь вот момент, кто-то как-то... Как будто, знаешь, вот... Если бы еще колесо выпало, я бы не удивилась. Кто-то здесь как-то... Такое ощущение... Ну, еще с какой-нибудь другой картой. С восьмеркой, допустим, жертву. Кто-то здесь как гонится. Ну, либо как подгоняет судьбу, либо подгонял. То есть какой-то такой момент гоношения есть. Даже в сочетании с такими позициями. Поэтому, девчоночки, мальчишечки, успокаиваемся, набираемся терпения, позитива и тому подобное. А то нервы пропьете. Поэтому, девчонки, мальчишки, давайте как-то так. Ну-ка, вот здесь я мужчину видала. Каких траван такого, интересно. Может, старше вас. Не удивляюсь, полилим все-таки в таком сочетании. Может, старше, может... Может, издалечу. Может быть, неместный. Неместный у вас такой чувачок-то. Но счастье он вам прибавит. Ну, полное такое счастье. Может, у вас уже этот гражданин есть, с которым вы счастливы. То вперед с песней, то новое начинание. И не стоит гоношиться, не стоит как-то теребонькаться, покуда зря. Давайте так. Здесь момент какого-то успокоения. Больше вам хотелось бы сказать, нежели как-то иначе. Если у кого-то что-то обучаться, кто-то что-то рекламировать, кто-то что-то очень сильно интересное делать, вперед с песней делайте. Занимайтесь любимым делом, хобби, то, что вам приносит счастье и позитив. Здесь какой-то момент, прям вот вам позитив, вам в лицо, понимаешь? От мужика и от будущего. На, будь счастлива. Знаешь, какой-то такой момент. Успокойся, не гоношитесь. Всему свое время. Торопитесь, торопиться и заглядывать куда-то вперед можете не заглядывать. Всему свое время. Главное успокоиться, набраться кому-то особо чуть-чуть. Под терпение. Тут есть такой момент. Син любви и ласки. Набирайтесь давайте, девчоночки. Видать, понадобится, если уж такой совет-то да. Поэтому все не просто так в нашей жизни. Может быть, совет для кого-то вообще не ясен. Ну, значит, не ясен, значит, не надо. Все. Что я могу еще сказать? Кто ищет, кто хочет услышать, тот услышит, да? Наверное. Поэтому до свидания, мои голубые люди. Хрэ там боятся садь кипятком. Поэтому как-то так. Здравствуйте, зеленый мужчина. Мужчина зеленый. А вдруг я вас знаю? А вдруг лично? Ладно. Мужчина зеленый, что вам хочет женщина ваша сказать из будущего? Вот такой дебильский расклад, если ты думаешь, что он дебильский. Я не считаю, он классненький. Прикольно. Что вам ваша женщина хочет сказать вам из будущего? Деньги, деньги, деньги. Кто должен...